кто это всем здорова парни вы знаете лицемерие дэдпи и хомяки вилсакома не разоблачение я так не хотел записывать это видео я так страдал от того насколько я не хочу его записывать мне было так плохо от нежелания его записывать что я в итоге взял его и записал да я был вынужден это сделать а что такое кто не понял это стёб на тему того как обычно начинаются такие видео окей стипикал начала видоса решено а теперь давайте по теме начнем с того что несколько дней назад на канале вилсакома вышел видос в котором он в совсем беспалевной форме нативно рекламирует всю эту тему скрипта хомяком о которой сейчас трубит весь интернет ну кто не знает там вся суть в том что ты качаешь приложение или прямиком из бота кликаешь по экрану и твой виртуальный хомяк типа развивается а ты за это но чаешь якобы бабки правда не получаешь бабки прямо сейчас а типа когда-то в будущем может быть сможешь поменять эти хомяка коины реальные деньги если правда или когда монета выйдет на биржу что произойдет или нет никто не знает и ясен пень что вся эта хрень это просто разводила вы на ваше время никто кроме самих создателей не получит и не увидит никаких денег надеюсь никто помню как про ноуткойн тоже самое говорили из вас в эту фигню не вписался или ты правда думать никто не вписался вот тогда про ноуткойн тоже самое говорили можно кликать по телефону драча какого-то хомяка и поднять серьезные бабки на этом ну как показывать практика такое возможно не так это не работает ребят да тут фишка в том что она даже если эта монета на рынок и выйдет что еще не факт из-за того что слишком много народу в это вписалась ценность монет будет настолько низкой что чтоб хоть что-то иметь нужно будет их ну просто триллиарды да скорее всего она просто не выйдет и вся эта тема вот так вот и заглохнет в общем шел 2024 год а народ по-прежнему ищет легкий способ заработка эх видимо эта тема просто бесконечна да максимум на этой теме поднимутся такие блогеры как вилсаком заколабившись создателями хомяка фермы или такие как дэдпи 47 которых внезапно и фарсап то же самое было с ноткойн тоже самое было с ноткойн что тоже самое было с ноткойн тоже сам был с ноткойн ключи 125 это уже в ускоренном виде видео пальцы высокоуровневая мораль им так больно становится чего происходящего что они просто не могут больше терпеть этой жести и тут же снимают видос не забыв туда конечно вставить тематическую интеграцию и да я тоже это делаю не бескорыстные цели но мне жестко нужны ваши лайки и подписки о май гад уже добьем до 90 тысяч ведь осталось совсем немного проблема моя интеграция будет немного дальше подождите слышите кто-то орет я не понял блять еще за хуйня типа утверждать что от хомяка ничего никто не получит это бред и бан и никто не знает что там будет на самом деле а может быть и получит с ноткойном такая же хуйня была тоже говорили что это все хуйня но не будет там никаких денег в итоге блять деньги все-таки люди получили в чем предъява то блять типа что за бред о тюлей чем тут лицемерие дэд пи вообще при чем тут он чуть и надо что еще раз если какой-то чувак снимает про чувака рассказывая какой он плохой вставляет интеграцию то это окей а если третий снимает про них двоих то ему интеграцию вставлять нельзя так а знаешь что пошел бы ты нахер с такой логикой это реальный мир и это интернет ну может этого поплакать так вот в чем суть дела вилсаком выпустил этот видос нативно рекламируя эту хомяка хрень и видно что он сам прекрасно понимает что все это разводняк на клике с этого сам стебется на все-таки надо же как-то видосики продвигать не будет же вилсаком а разобрать мой это все хрень отчаяния на других блогеров я понимаю стараться контент снимать если у нас есть удачный пример того как это но сработало смотреть за его отмазками и желанием усидеть на двух стульях это так забавно так ты не сравнил ноткоин который был в самом начале и людей было по минимуму хомяк в котором сидят дохуя людей и шо блять давай будем делать выводы уже тогда когда все это залиститься выйди там и тогда я не выйдет и да стоит добавить что вся соль в том что вилса заколабился создателями этой прилаги по хомяку ну там типа получи 100 тысяч хомяка койнов за просмотры его видоса и господи вот реально дожились хомяка койны за просмотры как это иронично и да поэтому у него сейчас миллионы просмотров на этом видео я просто шоке от того что люди ведутся на эту хрень ведь любой маломальски опытный крипто инвестор вам скажет что если тема известна всем то она скорее всего чуть больше чем бесполезно и вилсу я не то что ну в этом есть правда своя конечно определенная да то есть возможно этот койн хамстер не будет стоить так дорого как нотку чтобы осуждаю скорее ну да делает хрень это нехорошо еще и сына приплел но в конце концов вилса никого не разводит на реальные деньги ну разводит на просмотры ну попал он в тренды но подписались на него люди да его канал за это видео вырос на полмиллиона ну и будут висеть эти люди всеми мертвым грузом но кто же его начал учить жизни ком же проснулась высокоуровневая мораль да да этим учителем стал никто иной как леонид родин известный как dp-47 но также в узких кругах известный как да вот такие у нас сейчас пацаны блющители морали как райкер мать его хакери который почти год разводил лудоманию в англоязычном сегменте прикидывался канадцем был казино стримером на реальные деньги прикидывался что выигрывает и при этом скулил визжал и делал все то что делают я но эту историю я слышал что дп одно время стремил казино на англоязычную аудиторию на английском языке ну потом перестал это делать кстати вот я не знаю почему перестал это делать 21 год казино стримеры при своих фейков и тебе придавал мне дтп предъявлял за казино что когда когда а в чем проблема да я не вообще не предъявляю дтп я сам казино стрима я не могу ему предъявлять за это а мне-то он где предъявлял чего несете херню какую-то выигрышах и это не прикол и ничья-то злая шутка это реальная история какое время как говорится такие и герои ракер я понял то есть предъява автора данного видео заключается в том что какого хрена дтп предъявляет велсакому якобы за какой-то типа скам и то пока еще не понятно насколько там скам когда сам дтп соответственно стримил казино в этом типа проблема да то есть это как бы лицемерие получает хакери за мораль мать его но надо отдать должное эти крики при фейковых выигрышах это просто что-то это шедевры и да я знаю я теперь понял у меня появилась мотивация учить английский язык реально можно западную аудиторию казино стриме леня возможно посмотрит это видео на стриме поэтому давай сразу отыграем все эти роли да вот но были но у меня не ушек меня господи боже почему люди считают сканом хомяка где даже донат не нужен а времени занимает минута настоящий скан с 1 кларин до сигны за 500 круток я докрутила с 4 за 620 но на самом деле я тоже этого не понимаете по люди которые тыкают в хомяка ну не рубля туда не закидывают какой блять скам причем говорят скам называть скамом то что еще даже не вышло люди даже не знают они не знают что будет то на самом деле а может быть как с ноткой нам я на наушниках нет не поэтому ну будем без них не что заняться объясняю своим подписчикам не что за отсылка не так что-то нужно говорить не а господи вспомнил старую тему о господи это кренш или там что-то еще говоришь обычно а о господи это обиженный сын и бой господи как будто выслушает а там локальный мем но лол кек там сам добавишь если что до идеал это в чем блять это не фрифальщик все это делать всю эту фигню еще заморачиваться там что отыгрывать пиво покупать не давай продолжим просто дальше окей да вообще история райкера довольно интересно и любопытно и в ней есть очень интересные детали и и можно почитать на его сайте он так и называется райкер.ком на котором вы также найдете пошаговое руководство как подняться на казиках ссылка на сайт в описании и это и есть моя интеграция как мы вас про тему сайдером да эта тема не нова многие об этом знают все же с этого по уграли и сам леонид даже дал на это ответ не то чтобы это было что-то плохое так скажем я не считаю что занимался чем давай оптимус гэнг и стрим с маргиналом а не всю эту хуйню подожди макс морально осуждаемым скорее просто стыдно нахуй об этом говорить это знаете как такое ну закон я не нарушал никому особо не навредил а вот тут можно подробнее что значит особо не навредил то есть кому-то навредил но не особо но все-таки навредил так что да ты сюда если у вас есть моральные проблемы с этим ну последний год где делает вид такого праведно праведного белого рыцаря который не рекламе скам при этом накидывал и тебе а сам разводил англоязычных гуев да где он меня накидывал то блять почему я этого не видел то в таком случае что за бред блять можете поплакать об этом наверно не красиво будет говорить можете обосраться и обоссаться об этом принц пока стилинка чок я каждый стрим не у меня тоже нет никаких моральных с этим проблем это реально мега забавнейшая херня но расскажи окей вот ты никакой закон не нарушал никому особо не навредила у тебя нет никаких моральных проблем так может и у вилса нет никаких моральных проблем он тоже закон не нарушает никому особо не вредит но Просто люди кликают Подожди, у тебя нет моральных проблем Но они возникают у тебя Когда моральных проблем нет у других? Так что ли? Ну, давайте послушаем В чем же Леня считает самая большая проблема этого видоса Вилсы? И что лично меня, ну, не бесит Но скорее раздражает больше всего Это то, что Вилсаком во все это впутал ребенка Своего сына Окей, я не против того, чтобы Вилсаком хоть казино рекламировал Но впутывать в это ребенка не очень красиво Не очень красиво То есть ходим около морали Но у тебя же нет моральных проблем И скоро мы выясним, насколько у тебя их нет И да, если что, я не одобряю действия Вилсы Но услышать неодобрение на моральной почве От экс-казино стримера Это как минимум забавно И да, да, я все прекрасно понимаю И ни в коем случае не осуждаю Я читал твое объяснение насчет того, что пацаны Поперли с работы, есть было нечего За хату надо платить, чуть ли не бомжи О, Жиза, че там? Насчет того, что пацаны ВК делал такой кликер, где говорил Чем больше монет, тем выше шанс получить подарок Айфон и люди туда донатили По итогу выигрывали, у которых были пару тысяч монет То есть их количество вообще не по Че не по? Поперли с работы, есть было нечего За хату надо платить, чуть ли не бомжевал А в Москве найти работу это равносильно, наверное, подвигу Ведь Москва не является одним из самых крупных и самых богатых городов мира Нет, там найти работу ну просто было невозможно И все, что оставалось, это крутить казики и прикидываться к канадцам И да, я принимаю то, что изначально ДТП возможно и попал в такую ситуацию, когда выхода почти не было Но вся соль в том, что он в какой-то момент продолжал крутить казики Разводить людей на реальные бабки Только ради дополнительных денег Не ради выживания У него уже весной 21-го был довольно успешный канал И на эти деньги вполне можно было жить Но он еще полгода все равно крутил казино и разводил лудоманов И даже сам об этом проболтался Последний видос с того канала в декабре 21-го То есть это не так давно было Война через пару месяцев была Почему так поздно бросил? Мне казалось, что в тот момент у тебя видосы Прямо как про меня, блядь Я постримил несколько раз казино и все хуй забил уже Когда последний раз это было? Вспомни Когда последний раз я стримил казино? Давно А мог бы и дальше продолжать Так-то вообще-то Каждый день мог хуярить И могу, да Два месяца назад Вот именно, блядь Где ты видишь казино у меня? Постримил чуть-чуть и все Надо будет снова вернуть Блядь Количество монет вообще не повлияло на выигрыш Как это утверждал ВК Люди донатили туда дохуя денег Это было года в 19 ноября Потом бунт подняли Вот это настоящий скан Ибо ВК реальные деньги забрать Ааа Спасибо тебе большое 120 рублей Чели заходить Ну типа Я оставался, короче, пока деньги платили Пока деньги платили Блядь Аха-ха-ха-ха-ха Это они от тебя отказались Потому что по ревке же не переходили Но ты так и на стриме говорил Чего, блядь Я вообще этого не говорил Ебанутый, блядь Меня когда спрашивали Че там и как Я сказал Пока непонятно И до сих пор могу сказать Что пока ничего непонятно Ааа Ну так Ну ты так потеряешь свою аудиторию Если будешь казиками заниматься Без хейта Будешь как этот хер Какой хер ДТП? Он потерял аудиторию? Да нет, у него вроде все нормально Интересно, а почему я еще не потерял тогда аудиторию Без хейта? Что-то непонятно как-то Ну как бы Я казино, если и стримлю Это на кик бывает Да, крайне редко Ааа Никого туда особо не заставляю приходить Люди туда приходят Потому что им в принципе интересно На эту всю хуйню посмотреть В чем проблема Тоже не понимаю Ха-ха И как же иронично В таком контексте Он набрал наоборот Субительная часть Видео ДТП про билсов Давайте это послушаем Здорово, геймеры С вами ДТП47 И знаете вот Иногда ты думаешь Что человек не может опуститься Еще ниже Ну в плане Ради денег Ради других материальных ценностей И каждый раз Когда я начинаю так думать Вилсаком просто Думаю, у них кто заказчик не предавляет Наоборот Все уважают Ну это другое, ребят Я не знаю Я не знаю Как это работает Правда Берет и подъезжает планку Еще ниже То есть ДТП Ради дополнительных шекелей Заниматься разводняком Можно А вот вилсе Нельзя Или как это понимать А может быть дело Это реально так работает Кому-то можно Кому-то нельзя В масштабах То есть Если ты наебываешь Пару с один человек То это как бы нормально Окей Тем более это пиндосы Вообще не в счет А когда масштабы побольше То это типа вот нельзя Да что ли Такая логика Хорошо Тогда ДТП47 Скажи пожалуйста Что это за игра Где заканчивается эта грань Сколько людей можно наебывать Одного человека Прям просто весь видос Одно и то же повторяет Короче я понял 5, 10, 100, 1000 Вот когда Когда это становится Уже чем-то плохим А? По-моему так это не работает И по-моему парни Разводил его Есть разводил его И каких бы масштабов Оно не было Или быть может Тут дело в чем-то другом А может Дело в том Что тебе реально нравится Казики крутить Ты такой Буля Офигенная тема Еще и бабки на этом подниму Если это так То эх ты Лудоман 47 Райкер бы не одобрил What the fuck Да Стоит сделать Одну важную ремарку Весь этот вот видос На данный момент 1 миллиард Хамстер коин Стоит 8 рублей Это никакое не разоблачение Потому что Разоблачать Лудомана 47 Это чуть больше Чем абсолютно бесполезно Это скорее способ Просто покекать Со всей этой ситуацией А почему бесполезно Разоблачать? Ну во-первых Потому что Тюлени Так называют У своих подписчиков Они готовы съесть Любое дерьмецо Которое он им подкинет Если не верите Чекните комменты И если их нашествие Случилось Вы поймете В чем суть А во-вторых А во-вторых Расскажи вам историю А ну-ка Давайте чекнем комментарии 200 комментариев Ах Че тут пишут Серега Ты вообще далек от темы Ты хоть знаешь Почему хомяки на хайпе И народ в него Жадно заходит и фармит Потому что Месяц назад Вышел похожий проект NotCoin В котором можно было Налегке Нафармить монет На 400 долларов Тратя на эту минуту в день И сейчас Команда разработав Тон фэндейшн Заколабилась с хомяками Чтобы раздать копейку Побудить еще больше хайп Это крипта И они уже давно Отбили бабки К слову Биржа тратит больше 300 долларов На рекламу За каждого человека Привлечь его Чтобы там что тыкал Торговал Ну а хомяки раздадут Чтобы даже такие Неприбиваемые Деревянные когты Повелись на маркетинг И пошли гуглить Что это такое И почему там платят Ой сложно Ой бля Чет походу очередной нытик Типа явился норм А дед не норм Или мнение высказывает Может монашка Дед знатный Говно вентилятор Но лицемер тут ты чел Даже досматривать не стал Дед 47 Разве что-то Неверно сказал в своем видео Короче автор просто надеется Что дед 47 На стриме посмотрит это видео И забустит канал автора Блядь А в итоге посмотрел я Сука Стоит заметить Что дед признавался в том Что подсел на казино Не мог не играть в казино Страдал лудоманией По сути именно это является Причиной любви к геншину Геншину? 15 минут про то Как один привлек сына Другой его зачмырил А третий зачмырил второго Который чмырил первого за сына Че бля? Ше происходит? Бля Ну на самом деле да Людям реально Просто нечем заняться Типа Осуждать там Вилса Кома За то что он там Хомяка прорекламировал Хомяк который у него Кого деньги то не забрал Да прорекламировал И хуй с ним Получат там люди Какую-то мелочь Ну это же деньги Мелочь Не мелочь А что вы хотите Чтобы каждый кто Тыкал в хомяка Получил по миллиону Блядь Или по 100 долларов Так это невозможно Очевидно это невозможно Скам А скам почему? Или там может быть Я не знаю Может быть В хомяке Создатели хомяка Обещали Всем Какой-то минимум От денег Там или что Тоже вроде не обещали Ничего Вот это тоже Мне непонятно А в чем именно Скам реально? Ребят Про двух беленьких Веселеньких Девчат Да Расскажу я вам Историю ребят Про двух беленьких Веселеньких Девчат Там 25 месяцев Будут раздавать монеты Ну об этом же известно Они же это написали Все знают про это Так в чем тогда Блядь проблема В чем скам? Блядь Спасибо тебе большое За 120 рублей Были они как их мать Их мать была Известно Короче Какая-то хуня Если честно Реально Просто пустословие И не более Что-то мне это напоминает Некоторые видосы Которые мы смотрели В последние Времена Скажут так О всяких Каш Гречек Перловок Блядь И так далее